Всем привет! Разберу сейчас радиометр бета. Посмотрим, чем отличаются платы в разных дозиметрах. Вот есть бета. Ну, они примерно все 90-е годы выпуска. По драгметаллу они отличаются. Давайте посмотрим, чего и сколько здесь ценного. Что здесь ценного? Ну, во-первых, зеленые КМ конденсаторы. В разных бетах их разное количество. Угадать невозможно никак. Это не зависит ни от года выпуска, ни от месяца, ни от чего. Просто хаотично ставили по-разному. Здесь вот красные флажки поставили серебром, они копейки стоят. А здесь поставили вместо них, видите, два зеленых КМ конденсатора. Они стоят очень дорого по сравнению с этими. Так что нужно разбирать и смотреть. Схема одинаковая у них, конденсаторы в одинаковом месте, одинаковое количество. Ну, бывают очень дорогие платы, то есть по металлолому очень дорогие. Смотрите, вот это, например. Что здесь ценного? КМ конденсаторы зеленые. Сколько штук? Давайте посчитаем. Два штуки вот таких. Общая группа 5х5 мм. Дальше. Вот такой. 9х9 мм. Общая группа. Потом еще один вот такой. Общая группа тоже. 9х8 мм. Потом еще один вот такой. 5х5 мм. Общая группа. Итого. Получается 1, 2, 3, 4, 5 КМ конденсаторов. 5. Дальше микросхема вот такая. Вот маркировка есть. А, это транзистор. Позолочен ножками. И полностью все дно. И вот такой, как их называют, по странному полевички. С желтыми ножками. Жопка желтая тоже. И еще микросхем вот этих. Вот. 10 штук. Вот все.